Ну что, уважаемые друзья, приветствую вас на нашем канале New Technology. С вами Юлия и сегодня я буду говорить о новых смартфонах от компании Huawei, которая анонсировала сразу три флагманских модели. Это Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus. Будущий и люксовый Mate 40 RS. Стоимость этих новинок очень сильно напоминает стоимость представленных недавно айфонов 12 версии. Mate 40 оценен 899 евро. И это единственное отличие. Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus можно будет купить от 1199 до 1399 евро соответственно. И самый главный люксовый Mate 40 RS оценили в 2295 евро. Ну, неплохо достаточно. То есть Huawei своей ценой уравнивает свои флагманы с флагманами компании Apple, считая, что уровень ее представленных новинок не хуже. Ну что ж, уважаемые друзья, есть повод проверить, насколько притязания компании соответствуют действительности. Советую поудобнее расположиться возле экрана, так как информации будет достаточно много. Как и в предыдущих моделях, Huawei в своих новинках делает основной акцент на фото и видео возможностях аппаратов. При этом на съемке видео делается особый акцент. Сама система камер UltraVision Leica перекочевала из Huawei P40 версии и состоит из ультраширокоугольной, широкоугольной и телефотокамеры. Самая старшая модель Mate 40 Pro Plus получила такой расклад датчиков. Это основной 50-мегапиксельный модуль с диафрагмой f1.9, размером матрицы 1 к 1,28 дюйма, фокусным расстоянием 23 мм и заявленной оптической стабилизации. Датчик имеет матрицу цветных фильтров RYYB, поддерживает бинет пикселей для обеспечения размера пикселя 2,44 микрон и технологию OctoPD Auto Focus для высокоскоростного фокуса в любое время. Второй 20-мегапиксельный модуль с диафрагмой f2.4, третий на 12 мегапикселей имеет такую же диафрагму f2.4, трехкратный оптический зум и оптическую стабилизацию и четвертый на 8 мегапикселей получил 10-кратный оптический зум, диафрагму f4.4 и оптическую стабилизацию, плюс ко всему вышеперечисленному 3D-камера с датчиком глубины и поддержкой автофокуса. Теперь, уважаемые друзья, смотрим, как меняется расклад камер на тыльной панели для разных моделей Mate 40 версии. Сразу видим, что Mate 40 Pro имеет такой же 50-мегапиксельный основной модуль, что и сама старшая модель, но уже без оптической стабилизации. Второй модуль поменял апертуру, собственно, как и третий модуль, который получил 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой и осталась оптическая стабилизация. И вот теперь самое интересное, это то, что четвертый 8-мегапиксельный модуль и 3D-камеру попросту убрали, предоставив взамен лазерный датчик. Что касается младшей модели, то тут будут понижены в разрешении сверхширокоугольный модуль и телефотокамера. Все три модели будут иметь режим автофокуса, куда входят фазовые и контрастные фокусы. Никуда не делась поддержка большого количества режимов съемки и сценариев с возможностью выбрать более правильную композицию снимка. Есть аудиозум, макросъемка, размытие с большой апертурой, портретный режим, профессиональный режим, панорама, HDR, динамическое фото, непрерывная съемка и т.д. Осталась и функция Huawei Dual View, которая позволяет одновременно снимать за близкого расстояния и задействовать широкий угол обзора. Правда, для старших моделей будет доступен еще и режим XD Fusion HDR Video, который отображает каждый кадр с хорошо оптимизированными деталями, цветом, контрастом и яркостью с помощью настраиваемой мультиэкспозиции. Отмечу еще и возможность записи видео в разрешении 4К из-за медленного slow motion видео. Старшие модели Huawei Mate 40 версии оснащены 13-мегапиксельной UltraVision камерой с апертурой f2.4 и 3D камерой с датчиком глубины. Есть поддержка бесконтактных жестов. Отличием младшей модели будет отсутствия этого датчика. В настройках заявлены портретный режим, панорама, IR-стикеры, интеллектуальный фильтр, замедленная съемка и возможность применять к фото разные световые эффекты. Кроме этого есть функция разблокировки смартфона по лицу пользователя Face Unlock для младшей модели и для старших моделей 3D разблокировка лица, работающая в самых темных и ярких условиях освещения. Все смартфоны Huawei Mate 40 версии оснащены OLED-дисплеем, в меру изогнуты по бокам, что дало возможность вернуть клавишу для регулировки громкости и кнопку питания. Размер самого экрана старших моделей составит 6,76 дюйма с разрешением 2772 на 1344 точки и плотностью пикселей 455 на дюйм. Младшая модель имеет размер экрана 6,5 дюйма и разрешение 2376 на 1080 точек с плотностью пикселей 401 на дюйм. Экраны всех трех моделей будут иметь частоту обновления до 90 Гц и частоту дискредитации сенсорного экрана 240 Гц. Также есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, который обеспечивает на 30% более быструю биометрическую аудентификацию. Ну и теперь поговорим о производительности, уважаемые друзья. Старшие модели Huawei Mate 40 версии работают на базе чипсета Kirin 9000. Младшая модель получила Kirin 9000E. Оба чипсета построены на основе 5-нанометрового технологического процесса T7C и поддерживают работу сетями 5G. Такой новый процессор имеет 15,3 миллиарда транзисторов, что делает его самой плотно упакованной системой 5G на текущий момент. И кроме этого он работает на более высокой частоте, чем Snapdragon 865+. В версии Kirin 9000 используется 24-ядерная графика Mali-G78, которая совсем немного понижается в Kirin 9000E. Все это делает новые чипсеты самыми мощными с точки зрения графики из всех используемых Huawei. Также в чипе доступен двойной блок для задач искусственного интеллекта и сам чипсет обеспечивает высокую производительность благодаря передовым системам охлаждения. Плюс объем оперативной памяти для младшей и средней версии составит 8 ГБ формата LPDDR5 и внутренний накопитель на 256 ГБ формата UFS 3.1. Старшая модель будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Что касается стереозвучания, уважаемые друзья, то данная функция здесь присутствует. Плюс технологии улучшения звука Huawei Histon и аудио возможности, заложенные в самом процессоре, благодаря которым качество звука будет более чем достойным. Что касается программной основы флагманов, это Android 10 с прошивкой MUI 11 версии с жестовым управлением и поддержкой множества новых функций, среди которых есть доступ к различным глобальным и локальным приложениям в официальном магазине Huawei App Gallery. Оптимизирована функция редактирования видео в приложении галереи и добавлена функция создания коротких персонализированных видеороликов. Также настраиваемый режим взгляд на дисплей с любимой анимацией или изображением. Функция Huawei Mi Time соединит вас с друзьями и близкими в любое время и в любом месте. Есть режим плавающего окна, размер которого можно менять. В обновленном блокноте можно извлекать текст из изображений. Можно писать или рисовать с новым пером Huawei M Pen, который работает на нескольких устройствах и продолжит работу с того места, где он остановился на другом экране. И можно отметить значительно улучшенные меры безопасности и конфиденциальности. В смартфонах Mate 40 Pro и 40 Pro Plus установлены аккумуляторы емкостью 4400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperCharge 66 Вт по кабелю и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Младшая модель будет иметь аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой только 40-ваттной быстрой зарядки. Но что еще можно отметить, уважаемые друзья, так это то, что в корпусах моделей будет присутствовать керамика, стекло и кожа. Имеется сертификат IP68 для защиты от всплесков воды и пыли, доступный для старших версий. На правом торце разместились качелька регулировки громкости, кнопка питания, есть слот по две сим-карты, инфракрасный порт, разъем USB Type-C, два динамика и микрофоны. В сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VOLTE 5G. Беспроводный интерфейс это Wi-Fi 802.11 и Bluetooth версии 5.2. Аппараты могут работать с технологией Wi-Fi 6+, что обеспечивает высококачественное соединение с максимальной теоретической скоростью передачи 2400 Мбит в секунду. И в аппаратах есть модуль NFC, но платежные системы Google так и не поддерживаются. За навигацию отвечают двух диапазонах GPS, AGPS, GLONASS, BEIDO и GALILEO. Что касается размеров всех трех аппаратов, то они, уважаемые друзья, перед вами. Старшая модель традиционно будет в керамическом белом и черном цветах. Остальные модели имеют такую расцветку корпуса. Это серебристый, черный, белый, темно-зеленый и желтый. В комплект поставки войдут сами смартфоны, зарядное устройство, кабель, переходник для наушников, защитный чехол, краткое руководство пользователя и скрепка для извлечения сим-карты. Что касается стоимости аппаратов, то напомню, что она стартует с отметки 899 евро и заканчивается на отметке 1399 евро. Люксовый Mate 40 версии стоит особняком, ибо цена его начинается с 2000 евро. Итак, уважаемые друзья, подведем итог. В новых флагманах Huawei можно отметить камеры с отличными фото и видео возможностями, новый мощный процессор, защиту корпуса, хорошие экраны, куча интересных программных фишек, в том числе и бесконтактные управления жестами, наличие 5G сетей, стереозвук и неплохой емкости аккумуляторы. Единственным минусом для многих будет далеко не маленькая цена девайсов. Так что смотрим и определяемся. Все доступные ссылки на продажу этих аппаратов мы разместим под этим видео в описании. Но я заканчиваю свой обзор, и как всегда я прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора на канале New Technology. Не уходите от нас, тех кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, не забывая нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новинок с нашего канала. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok